Привет, мой друг! Как твои дела? С тобой снова Дава Дым. И сегодня мы находимся в кальянном магазине Huka Pro Shop, город Алма-Ата, по улице Гоголя, 20. И как ты уже успел заметить, у меня на столе лежит продукт под названием Zenit, который ты очень долгое время наблюдал у меня в историях, в постах, о том, как я его прокуриваю. И, наверное, настал тот момент, когда мы можем с тобой об этом продукте спокойно поговорить, назвать все его плюсы, минусы, обсудить внешний вид и рассказать, как вообще этот продукт в целом курица и стоит ли его покупать. Я скажу так, что внешний вид в наше время играет просто огромную, колоссальную роль, потому что если пачка будет непримечательная, значит и продажи у нее будут не совсем высокие. Почему? Потому что потребитель в наше время очень сильно обращает на что-то яркое, заметное, нестандартная, только потом уже начинает изучать данный продукт, как он курица, какая у него крепость и так далее. Поэтому внешний вид продукта Zenit можно назвать, в принципе, удачным. Нестандартная картонная коробочка, немного удлиненная, что больше вызывает у тебя сосредоточенность на этой пачке среди кучи других пачек. Также каждый вкус имеет свою определенную эксклюзивную цветовую палитру, что ты сразу можешь заметить, допустим, что ананас у нас имеет персиковый оттенок, и ты такой даже, несмотря на название вкуса, можешь сказать, что зеленый – это лимон, либо что красный – это кока-кола. Когда мы открываем эту коробочку, мы видим там, что внутри есть хорошо запечатанный герметичный пакетик, и сразу видно в нем сырье, что очень немаловажно, и ты понимаешь, что за продукт у тебя в руках. Здесь Golden Virginia, либо обычная Virginia, точно не уточнял, но продукт не очень крепкий. И по внешнему виду я ему ставлю хорошую пятерочку. Давайте разберем продукт, как он курица, что он из себя представляет, какая у него дымность и насколько он крепкий. По крепости. Продукт не очень крепкий, подойдет абсолютно всем слоям курильщиков, начиная от начинающих, заканчивая уже какими-то профессионалами и матерыми людьми. Очень сильно любят курить крепкое, но при этом иногда могут взорвать что-то очень и очень легкое. Крепость стабильная, шестерочка, пятерочка. Не выше, не ниже. Что касается жаростойкости, с жаростойкостью тоже все очень круто, и иногда нужно очень-очень много жара, чтобы как следует растопить данный продукт. По вымочке мы можем с вами видеть уже наглядно в самой пачке, что продукт вымочен достаточно хорошо, но при этом хорошо расслаивается и имеет непластилиновую такую, знаете, субстанцию, которой очень удобненько работать. По времени прогрева где-то 2-3 минуточки без колпачка вполне достаточно, потому что продукт хоть и жаростойкий, но поначалу на самом старте очень сильно зависит от той температуры, которую ты ему дашь уже на время раскуривания. Поэтому с этим тоже не советую играть. Лучше спокойненько, не торопясь, потихонечку его раскурить и получить нормальное, хорошее, комфортное курение в течение всего сеанса. Что касается дымности, здесь тоже все окей, но также не стоит забывать, что многое зависит от того, как ты его прогреешь и как ты его забьешь. Поэтому про дымность здесь можно говорить бесконечно, но я скажу так, что если ты фанат и дрочишь на дым, то зенит вполне тебе подойдет. И самое немаловажное, что может быть, это, конечно же, вкусы. Какие вкусы стоит брать, какие вкусы не стоит брать. Какие вкусы тебе понравятся, а какие вкусы могут тебе вообще не зайти. Давайте сейчас попробуем разобраться на примере нового дропа, нового дропа вкусов компании «Зенит». Мы так вот сейчас все разложим красивенько, чтобы можно было понимать. У нас есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять новых вкусов. И давайте же посмотрим, какие из этих десяти вкусов, по моему мнению, максимальный топ. Начнем, наверное, с этой стороны и будем туда складывать топ. А ближе к кальяну будем складывать то, что, ну, прям вот так не получилось. Манго-йогурт. Если ты любишь что-то очень приятное, молочное, и при этом с нежным-нежным оттенком, то манго-йогурт для тебя будет топчанским. Ананас, без сомнений, получился очень хорошим и прям сочненьким-сочненьким. Но, как мы знаем, что для идеального ананаса, который был у компании «Арджелиньи», всем очень-очень далеко. Ватермелон гам. Жвачка с арбузом. На самом деле, арбуз является, наверное, одним из самых сложнейших ароматов. И чтобы воссоздать его прям супер-супер идеальным, нужно очень-очень много времени. Поэтому арбуз, в принципе, 50 на 50. Кому-то понравится, кому-то нет. Потому что из-за того, что на рынке так много говно арбузов, люди просто не прикасаются к арбузам, дабы не нарваться на какую-то хуйню. Пинбери. Хороший, интересный вкус. Кто любит ягодки и что-то такое сладенькое, то понравится. Мюсли Тайм. Любитель каши, какой-то пряности, каких-то выпечек. Тебе это понравится, но мне лично мюсли не очень сильно зашли. Асид Блю. Хороший, прикольный, такой голубичный привкус. Тоже топчик. А лимон. Лимон хороший, но недостаточно кислый, а больше, наверное, отдает в какую-то сторону сладости. Поэтому я его отложу, конечно же, к негативным вкусам. Розовый ананас. Вроде бы думаете, зачем нужно два ананаса, но здесь он очень просто. Этот ананас максимально сладенький, без каких-либо привкусов, чего-то такого кисленького. Хотя вроде как бы ты думаешь, пинг пинейпл, это должен быть как будто ананас с грейпфрутом, но нет, этот вкус у нас тоже пойдет немного вот сюда. Кока-кола. Как мы знаем, что идеальная кола у нас у компании Дарксайд, но, по моему личному мнению, Зенит Кока-Кол от компании Дарксайд переплюнул. И приклепир. Все мы знаем этот вкус. Он у нас очень давно, еще со времен Фумари, да, мы знаем этот вкус. Я его тоже отнесу как бы к хорошим, но я больше чем уверен, что большей части аудитории, которая курит что-то не очень крепкое, этот вкус не зайдет. Поэтому мы его сложим сюда. И что мы имеем? Мы, в принципе, имеем раз, два, три, четыре, пять. Пять на пять, пятьдесят на пятьдесят. Я не скажу, что эти вкусы говно, но просто они мне не понравились. Эти же вкусы просто божество. То есть вкусы, которые можно вот так вот обложиться и понять, что охуенные вкусы. Давайте подведем итоги. Итоги, наверное, наше самое любимое. За долгое время курения Зенита я понял, что это идеальный продукт для того, чтобы его уже курить по утрам. Когда нужно разогнаться, но неохота разгоняться чаем либо какими-то другими кальянными смесями, а охота именно табачка, то Зенит идеально для того, чтобы прям с утречка покурить и начать свой хороший, добрый день. Чего я желаю вам тоже. По крепости, конечно, всем не угодишь. Любителям очень-очень крепкого продукт не зайдет. А тем, кто еще не дошел до этого уровня и курит что-то средненькое либо что-то чуть ниже среднего, то этот продукт будет в самый раз. Что касается цены, она тоже максимально адекватная и продукт у нас акцизный, что говорит о его спокойной реализации в куче разных магазинах. Мое, наверное, конечное мнение о данном продукте. Продукт крутой, начиная от пачки, заканчивая сырьем и ценой. И поэтому этому продукту я спокойно могу поставить 8 из 10, но 2 балла убираю, потому что он все-таки немного легкий и не совсем всем зайдет. Поэтому это был Дава Дым. Не забудь подписаться на мой канал и оставить свое мнение в комментариях по данному продукту. Обязательно прочитаю и обязательно отвечу. А это город Алматы, кальянный магазин Huka Pro Shop Гоголя 20. Обязательно сюда забегай. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok